Перед дверью, где у меня находится мама и ребенок, лежала вот эта симпатичная голова свиньи с мотнутым ножом. Муниципальному депутату района Измайлова Надежде Загардан подбросили к двери квартиры отрезанную свиную голову с торчащим из нее ножом. При этом таких пугающих посылок оказалось две. Одна голова у двери личной квартиры депутата, вторая у квартиры ее родителей в другом доме. Чтобы исключить недопонимание, автор послания прикрепил к голове бумажку с номером квартиры, обозначая адресата. Вот это вот квартира моей мамы, где мама находилась вместе с ребенком четырех лет. И когда я вышла из лифта, я увидела, что свиная голова с воткнутым перащиным ножом лежит у ее квартиры. То есть таким образом отрезанные свиные головы с воткнутыми в нее ножами лежали около двух моих квартир. Около одной, в которой я проживаю, а второй – квартира моей родителей. Уже просто стало страшно туда садиться. Это не первая угроза в адрес Надежды Загардан. В июне этого года неизвестный разбил стекло ее автомобиля и залил салон едкой химической жидкостью. Виновник до сих пор не установлен. Я связывать могу это с достаточно многими вещами, потому что веду я расследование по нескольким делам. Угроза мне уже поступает не в первый раз. Если первая угроза, когда мне облили кислотой машину, она поступила после того, как я публично объявила о деле про 250 миллионов рублей на благоустройство из Малского проспекта, где, на мой взгляд, существенно завышены объемы и суммы на выполнение работ. И вот теперь следующее послание. Здесь к тем делам, которые я веду, прибавилось еще дело о отставке главы муниципального округа района Измайлова. Это неизбранный глава Гожин Виктор Васильевич, который с 2008 по 2013 год был ИП и не имел права совмещать данную деятельность с предпринимательством. Есть еще ряд дел, которые я рассматриваю, но они уже более мелкого порядка. То есть это дела, связанные с жилищником, с их расходованием средств. Есть дела о предоставлении помещения города Москвы безвозмездное пользование с конфликтом интересов депутату. Есть дела, которые я рассматриваю, связаны с передачей контрактов на производство капремонта фирмам, аффилированным с депутатами Совета депутатов нашего же. Ну, то есть достаточно большой разброс, кто бы это мог быть. Другие московские муниципальные депутаты также получали похожие послания. Депутату Печатников разбили машину, подкинули светную голову, он занимался свалками. До этого избили депутата Куркина Светикова, Мураловы депутата Измайлова облили машину. Надежда Загардан вызвала полицию. Сейчас ведутся следственные действия по ее заявлению. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.